всем привет с вами zorax и в этом уроке мы будем создавать вкладки на css и в конце этого урока мы должны получить такой результат в описании к этому видео я оставлю ссылку чтобы вы могли сами попробовать поскольку на видео перехода могут выглядеть не очень плавно все это будет нормально работать во всех нормальных браузерах то есть нормальных браузерах сами вкладки будут работать в крайнем случае вы не увидите красивых анимаций и к нормальным браузером в данном случае также относится интернет-explorer 9 версия там это работает хотя без анимаций а если же вы собираетесь использовать это на реальном сайте то вам нужно будет подумать что делать с интернет-эксплорером версии 7 и 8 для них должна будет написать свои стили кроме того этот способ может не работать в некоторых мобильных браузерах. И мы решим эту проблему вот так. Для устройств с маленьким размером экрана мы просто выводим содержимое вкладок как есть, по порядку. В том случае, если на вашем сайте элемент с вкладками будет занимать какое-то нецентральное место, то этот способ может подойти и вам. Перед тем, как мы начнем, я расскажу в двух словах, как работает хак с элементом input. Создадим для начала элемент input с типом checkbox и дадим ему id check. Так выглядит обычный элемент checkbox в операционной системе ostent. В разных операционных системах он будет выглядеть по-своему. И вопрос, который нас сейчас волнует, это можно ли изменить как-то внешний вид этого checkbox через css. И если вы попробуете это сделать, то вы увидите, что оказывается, да, это возможно. Вы пропишите ему display block, сможете изменить ширину и высоту. Также существует свойство appearance, которое можно установить в значение none для того, чтобы отключить в некоторых браузерах стандартное оформление элемента. И в хроме и сафари это будет все работать хорошо, в остальных браузерах не так хорошо. Для этих целей удобнее использовать элемент label. В нем мы можем прописать какой-нибудь текст. И теперь, поскольку мы прописали в атрибуте for id нашего input, когда мы будем нажимать на label, также будет изменяться состояние самого checkbox. Поэтому в css мы можем скрыть чекбокс и заниматься стилями для элемента label, поскольку состояние чекбокса все равно будет сохраняться, когда мы будем нажимать на этот самый label. И теперь самая важная часть сегодняшнего урока. Самая важная часть сегодняшнего урока это селектор с псевдоклассом checked с комбинатором tilde. Комбинатор tilde выделит все элементы, например элементы div, которые идут после нашего чекбокса в том случае, когда он отмечен, поскольку мы используем псевдокласс check. И здесь, разумеется, мы можем выбрать div с любым классом. Но это простой пример, оставим просто div. Создадим его в разметке. Пропишем его немного стилей. И когда чекбокс нажат, то изменим, например, цвет фона. элемент label в разметке может идти как до элемента стиле, которого мы изменяем, так и после. Нас волнует только то, чтобы элемент input был до элемента div, поскольку при помощи комбинатора tilde мы можем выделять только элементы, которые следуют после этого элемента. А элемент label может находиться где угодно на странице. Единственное ограничение этого селектора в том, что элемент input должен иметь того же родителя, что и элемент div. Для начала мы создадим элемент container, элемент, в котором мы все разместим. Дадим ему класс tapped. И как мы поняли из нашего небольшого примера, элементы input должны быть в том же элементе, что и элемент, который будет содержать наши вкладки. Поэтому в этом элементе tab сразу будем создавать элементы input. Это будет radio button. Дадим им всем имя tabs. Какой-то свой уникальный id. И также каждому элементу input зададим по лейблу. у нас будет четыре вкладки и после этих элементов input создадим элемент с классом tabs, который будет содержать самые вкладки. Разворачиваем это все и видим, что dozen coding не пронумеровал правильно id. Нумеруем вручную. И также сразу пропишем текст в лейбле, как в примере. содержимое элемента tabs выглядит таким образом. Здесь у нас просто четыре дивижена в каждом по заголовку h2 и какие-то параграфы. Я просто скопирую это все и вставлю в этот div. Перед тем, как перейти к css, добавим несколько файлов в html. Во-первых, нам нужно добавить в библиотеку то есть script prefix free для того, чтобы не прописывать все префиксы в css. Также сразу подключим normalize css. И добавим шрифт с google web fonts. Здесь найдем шрифт, который называется пяти sans. Нажимаем quick use. Копируем код. В css сначала пропишем основные стили. Всем элементам пропишем box-sizing boda-box для того, чтобы потом не возникло проблем с библиотеками. В body пропишем фон. Это будет темный фон. Изменим цвет шрифта. И сам шрифт поставим пяти sans. Теперь пишем стиль контейнера. Ширина будет 700 пикселей. Расположим его по центру. Уберем элементы input. Поставим им display none. Здесь в селекторе важно использовать именно прямое наследование, поскольку если бы мы написали такой селектор, то если бы допустим на какой-нибудь вкладке была форма, то никакие элементы в этой форме не отобрались бы. Временно спрячем вкладки, чтобы они не отвлекали нас пока мы будем писать стили для элементов label. Для них пишем display.plog. Левый флот. Padding. Пусть будет 12 пикселей по высоте и 20 по краям. И пусть будет какой-то отступ между ними. При наведении добавим фоновый цвет. Я уже выбрал этот цвет. Вот его значение. Также добавим плавный переход. Длительностью 0,3 секунды. Поскольку в лейблах мы используем floatLeft, то в элементе с классом tabs нужно очистить эти флоты. У элементов div внутри этого элемента должно стоять абсолютное позиционирование. И по умолчанию их должно быть не видно. Для этого пропишем opacity 0. Один из инпутов в html нужно по умолчанию сделать выбранным. Это будет, разумеется, первый input. Пропишем сюда атрибут checked. И у лейблов, которые находятся после выбранных инпутов, должен быть такой же стиль, как и у лейблов, на которые мы наводим курсор. Поэтому здесь допишем второй селектор. Input checked. Плюс лейбл. Комбинатор плюс это такой же комбинатор, как и комбинатор team. Достоин лишь разницы, что он выделяет только один элемент, который идет после селектора, который находится слева от этого комбинатора. А не все элементы. Теперь сделаем так, чтобы при выборе определенного инпута отображался определенный элемент в элементе с классом tabs. Для этого нам нужно дописать один селектор. Выбираем input с нужным id. И когда выбран этот input, ищем элемент с классом tabs. И внутри выбираем первый div. Точно так же, когда выбран второй input, нам нужно будет выбрать второй div и так далее. И здесь напишем opacity 1. В этом селекторе нам нужно прописать такую же ширину, как у контейнера. Это 700 пикселей. Пропишем границу. Цвет у нее будет такой же, как у кнопок. Добавим внутренний отступ. Сверху 10 пикселей. По краям по 30 пикселей. Снизу 40 пикселей. И также для лучшей читаемости увеличим межстрочный интервал. Поставим 1.4 em. Как видим это уже работает, но пока что без анимаций. Для того, чтобы сделать плавный переход для прозрачности, нам нужно всего лишь дописать здесь transition. Опасите 0.3 секунды. И в финальном варианте вкладки при появлении так же немного поворачивались. Для этого в элементе tapped в родительском элементе нужно прописать перспективу. И для вкладок пишем трансформацию. Поворот по оси x на минус 20 градусов. Центр поворота transform origin будет находиться сверху по центру. И для трансформации тоже сделаем плавный переход. Он будет длиться 1 секунду. Для активных вкладок сделаем поворот 0 градусов. Перспективу из корневого элемента лучше перенести в элемент tabs. И теперь в конце нам осталось написать медиазапрос для устройств с маленьким размером экрана. У элемента tapped в данном случае будет ширина 400 пикселей. Лейбла в tapped мы скроем. У вкладок поставим ширину 400 пикселей. Уберем рамку. Уберем отступы. Сделаем все вкладки видимыми. А также уберем у них абсолютное позиционирование. Сделаем позиционирование относительным. И также уберем трансформации. Увеличим отступ снизу. И у заголовков. H2 поставим нижнюю границу. Нижний отступ поставим 05EM. Также изменим цвет выделенного текста. на этом все. Это ссылка будет в описании к видео. Вы можете открыть ее в браузере и поэкспериментировать с разными свойствами. Вы можете например создать другой переход при переключении вкладок. Здесь не обязательно должен быть поворот. Здесь могут быть любые свойства CSS. Кроме того если вам мало одного только свойства transition. Вы также можете использовать CSS анимации. И создать при помощи них еще более интересные и красивые переходы. Очень много всего можно создать на одном только CSS без помощи JavaScript. На этом все. Ставьте лайк если вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Zorox. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр.